Как насчет мормонов? Являются ли они христианами? В конце концов, разве они не Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней? То есть Церковь Иисуса Христа, разве можно быть христианами в еще большей мере? Давайте вернемся к началу мормонизма. Все началось в 19 веке, когда Джозеф Смит якобы получил откровение через ангела Марония, и ему были даны очки, чтобы он мог понять некие измененные египетские иероглифы. Конечно, такого понятия, как измененные египетские иероглифы, не существует, но ему были даны эти очки, чтобы он мог понимать их. И он написал книгу Мормона, и по сути он говорит, что вся Церковь испорчена, что Церковь, которую мы знаем, отошла от библейских принципов, и теперь истина восстанавливается через Джозефа Смита. Это не движение реформации внутри Церкви. Это не то же самое, что сказать. У нас есть всемирное тело верующих, последователей Иисуса, и есть отклонения, и нам нужна реформация. Я утверждаю это каждый день в своей жизни. Я говорю о том, что нам нужно быть более библейскими, что в наших церквях есть отклонения, и мы пошли на компромиссы в ряде вопросов. Это одно дело. И я смотрю на свою собственную жизнь точно так же. Есть ли в ней компромиссы? Не отошел ли я в какой-то области от библейской истины? Это значит быть Божьим ребенком. Но мармонизм был фундаментальным отвержением Церкви и фундаментальных церковных доктрин. И чем больше вы углубляетесь в мармонизм, тем больше вы понимаете, что это абсолютно другая религия. Это не истинная христианская вера. Возможно, есть мормоны, которые являются христианами, но это потому, что они ничего не знают о настоящем мармонизме, и они слышат больше и больше истинного Евангелия, и они начинают путаться в том, во что они верят. И они начинают верить в истину, но с трудом понимают это. Но для того, чтобы быть настоящим посвященным мормонам, «Нет, друг, ты не можешь быть посвященным мормонам, следовать исторической доктрине мормонов и быть истинным последователем Иисуса». Павел предупреждает об этом во 2-м послании к Коринфянам в 11-й главе. Он беспокоится о Коринфянам и говорит следующее. «Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого они получили, или иное благовестие, которого они принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому». Существуют другие Иисусы, которых проповедуют люди, и вы должны помнить, что для того, чтобы ввести в заблуждение, им нужно выглядеть подобно настоящему Иисусу, и большая часть послания должна быть такой же. Поэтому, позвольте, я повторюсь, есть мормоны, которые кажутся спасенными и рожденными свыше, потому что они слышали больше настоящего Евангелия и не во всей полноте следуют Евангелию мормонов. Потому с учетом того, что они не настоящие мормоны, они могут быть истинными последователями Иисуса. Но если они по-настоящему следуют за Иисусом мормонов и полной доктриной мормонов, со всеми ее ересями, иными представлениями о Боге и многим другим, тогда нет. Если они по-настоящему посвятили себя доктрине мормонов, то это противоречит Евангелию Иисуса.